Приветствую вас, Мария. Собственно, я не очень понял ваш вопрос, он почему-то в скобочках указан, как правильно воспитывать, чтобы быть за мамой, за папой, никак, потому что вы можете быть только мамой, папой вы быть не можете, если вы будете папой, то ребёнок точно мужчиной, по крайней мере, классическим вырастет, вот, и у вас мужчины, ну вот, к сожалению, будут такими вот, как ваш молодой человек, ещё больше, потому что, ну, понимаете, я не знаю, понимаете вы или нет, но, если женщина и мама, и мама, и папа, то, ну, как бы, это, мягко говоря, мягко говоря, вызывает некоторые, некоторые вопросы, вот, другой вопрос, что вы боитесь, у вас есть страхи, другой вопрос, что есть у вас тревожность, другой вопрос, что, значит, у вас есть некоторая подавленность, и другой вопрос, что вы склонны игнорировать свои чувства и свои ценности, потому что, как вы сами сказали, подобное, у вашего мужа было всегда, подобное, ну вот, подобное, подобное поведение, да, у него было всегда, просто раньше это не бросалось в глаза, вот то, что раньше это не бросало в глаза, а именно то, что вы не замечали одну, ну, говорит, скорее всего, о том, что это было замечательно, вам это было страшно, страшно было замечать, вот так, как правило, это, к сожалению, работало, работало, вот, просто страшно замечать, какие-то вещи вам было, к сожалению, вот, вот, ну, теперь, вот, теперь, вот, теперь, вот, теперь, вот, теперь вы заметили, что называется, от души, вот, и ударил это, по вам, очень больно, к сожалению, ну, здесь ничего не поднялось, когда что-то игнорируется, то встреча с этим очень ярко и очень болитно, как правило, как правило, от этого никуда не деться, так что я бы с вашими страхами и с теми моментами, которые я озвучил бы, поработал бы, это да, вот, а когда ваша позиция изменится, когда немножечко вы откажетесь от контроля, вот, а это будет непросто, потому что у вас есть железное оправдание, теперь у вас ребенок, нужно ребенка поднимать, вот, вы даже такое ощущение, что обращаетесь, вот, не для себя, как, вот, ну, могло бы показаться, да, вот, вы не для себя обращаетесь, а для своего ребенка, ну, как бы, если вы обращаетесь не для себя, а для своего ребенка, то последствия будут соответствующие, то есть я имею ввиду, если вы не заботитесь о себе, то как можно будет, как можно заботиться о вас, к сожалению, это, ну, как мне кажется, довольно значевидная история, и предельно, предельно ясно и предельно четко, вот, поэтому, в первую очередь, учиться, быть внимательным к себе, вот, говорить о твоих чувствах, вот, осваивать неконфликтные модели, поведение модели взаимодействия, в том числе с вашим мужем, вот, которым вы, кстати говоря, так и не сказали, что вы собираетесь делать, то есть, ну, будете ли вы расслабиться с ним, будете ли вы как-то отношения с ним пытаться гармонизировать, вот, то есть, тут, тут, тут как бы непонятно, вот, ну, в общем, в целом, ситуация здесь вот такая, вот, и самое главное, ну, одно точнее, самое главное, это момент, что у нас высокие требования к себе, как мне откажется, и высокие требования к другим людям, и, казалось бы, казалось бы, у такого человека, у которого высокие требования к, вот, к другим, все будет в порядке, ну, нет, у такого человека, чья, забывает, все не в порядке, почему, как думаете, опять просто, человек с высокими требованиями, живет не в совсем реалистичном мире, а живет в мире иллюзий, потому что высокие требования к иллюзиям, и эти иллюзии вы переносите на окружающий мир, на окружающих людей, видя в этих людях то, что они себя не представляют, понимаете, какая штука, и когда это происходит, собственно говоря, начинается веселье, вот, когда это происходит, начинается веселье, а именно, а именно, вы так вталкиваетесь с тем, что вам кажется, будто человек вполне себе, вашим требованиям, соответственно, вам кажется, что человек вполне себе, подходит под ваши требованиям, ну, вот, знаете, вот, как-то же вы, будучи такой взрослый, да, такой, правильно выбрали себе мужчину, который в целый взрослый? Ну, наверное, вы думали, наверное, вы рассчитывали на то, что он измениться, станет, не знаю, взрослым, более взрослым станет. Вот, вопрос, а ему зачем становиться более взрослым? Ему для чего становиться более взрослым? А у него есть возможность стать более взрослым, когда у него есть вы, которые все контролируют? Вот. А здесь, как бы, вот, ваша склонность к контролю, да, может, в принципе, нехило все сбивать мужчине и нарушать ролевую модель. Вот. То есть он бы горят, но вот представить себе, что вы можете чего-то бояться, представить себе, что вы можете быть слабым или нет, это невозможно. Сложно представить вас такой, который боится всего-то. Сложно представить вас такой, который чего-то не может. Сложно это почти нереально сделать. И вопрос к вам здесь, на мой взгляд, а как, каким образом вы создаете такое впечатление у мужчин? Вот. Это вопросы и к, ну, вот, к тому, как именно выстраиваете вы отношения с мужчинами? На каких основаниях вы выстраиваете отношения с мужчинами? Вот. Все это очень важный момент. Все это то, на что вам необходимо обращать свое внимание. Вот. Потому что это крайне важный аспект. Вот. Что еще добавить, да? Наверное, в принципе, по большей части все, что я сказал, оба сказал. Вот. Сюда, да, сюда как-то, вот, как-то сюда вписывается ваше депрессивное состояние. Каким-то, каким-то образом сюда. И вот, ну, вот ваше депрессивное состояние каким-то образом сюда плясуется. Вот. И то ли оно связано с тем, что с вами сейчас происходит. То ли оно начало развиваться на фоне того, что с вами сейчас происходит. Непонятно. Вот. Но, повторюсь, повторюсь, если вы, ну, будете, вот, скажем так, да, если вы будете позиционировать себя таким образом, что вам нужно поднимать ребенка, то никогда ваш муж не изменится. И вы всегда будете как на войне. Я не думаю, что это вот то, чего вы хотите. Я не думаю, не думаю, что это то, что вам, ну, думаю, что хочется-то вам все-таки другого. Но если вы посмотрите на то, как задает вопрос свой, если вы посмотрите на это, вы увидите, что вы спрашиваете не то, как вот, ну, отношения с мужем, гармонизируете, к примеру. Вы спрашиваете не о том, что мне сделать, как мне изменится. Вот. А вы просто говорите, как быть и мамой папой. Говорит, ну, меня не устраивают отношения, говорите вы. Ну и ладно, все поделось. Вот такой мой крест. Наверное. Так, наверное, вы думаете. Ну, эта позиция по отношению к себе просто ужасная, драконовская. Хорошего в этой позиции клава нет ничего. Ну, это такая типа, ну, для, словно говоря, человека, который рядом с вами может, может находиться. В принципе тоже. Ничего. Ничего хорошего, потому что, ну, извините, человек как бы видит, видит, вот, ну, плюс-минус, да. Он видит, как вы относитесь к себе, к нему и так далее. Я вас не обвиняюсь сейчас, вы не подумайте ничего плохого. Я вас не обвиняю ни в коем случае. Вот. Просто говорю вот о том, что, на мой взгляд, важно, да. Вот. А дальше уже вам, я думаю, нужно будет саму решить, в какую сторону вам двигаться. Вот. Знаете? И вопрос, вот который я хотел бы вам видать, так вот, надо подумать немножко. Это запрос. Он звучит так. Умеете ли вы просить? Не требовать, а просить. Умеете ли вы быть слабой? Умеете ли вы не знать чего-то? Не мочь чего-то? Это, на мой взгляд, крайне важный момент. Как у вас обстоятельства с передачей ответственности другому человеку? Как у вас обстоятельства с передачей ответственности. Когда вы общаетесь с другим человеком, есть ли у него возможность как-то себя проявить? Это тоже очень важный момент, потому что если такой возможности вы человеку не даёте, если вы сами, то как он может себя с вами встретить? Если вы выполняете всё пространство контакта, если вы боитесь его не заполнить, а что произойдёт, думаете вы, если я не заполню пространство? А что произойдёт, что случится, если я не заполню пространство? Если так ситуация складывается, если таким образом ситуация складывается, то ничего удивительного нет. Нет. В том, что он вычувствует себя ужасно, вычувствует себя одиноко, вычувствует себя болезненно и так далее. Понимаете? Какая штука? Ничего нет удивительного в том, что вам трудно, вам тяжело. Иными словами, вы не умеете отдыхать. Это я сейчас очень нагрубляю в сторону, я сейчас очень нутрирую, я очень упрощаю, но вот мне кажется, мне кажется, что не умеете вы отдыхать, расслаблять, отпускать, принимать. Не умеете. Не умеете. Не умеете. Не умеете. Не умеете. Так или иначе, это не умеете. Вот. Потому что... Ваша депрессия, о которой вы говорите, может быть в том числе и из-за этого. Вот. Понятно, что... Причин там не одна, это понятно, это понятно. Вот. Но... Из того, что я вижу, я бы обратил ваше внимание на эти факты, на эти моменты, на эти аспекты. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Ам... 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 Вот как мне видится... Ам... Ам... Как... Как мне видится... Беседа... Да. Наша. Ну, с вами, например. Ам... Ам... Вот. Вы... Грубо говоря... Приходите на консультацию, да. Я и... Своей... Такой вот... Ну... Такой классической манере... Вы... Начинаете... Ну... Грубо говоря... Контролировать и направлять. Вот. И... Вот. Первое на всё... Я бы обратил внимание... Вот. Это вот именно на эти проявления. Вот. Ну... Ага... Мари пытается контролировать. Мари... Мари, да. Пытается контролировать. Ну... Наши пытается... Семь... Брат свои руки. Брат свои руки. Да. Вот. Семь... Наши ба... Ба... И... Ут момент вы ба... Ут момент я не спрашен. Такой вы... Приклибараться. Своей трогой. Ну... Почему... И появляется... У вас... Депрессивное состояние. Как раз... Это... Следствие... Вот. Следствие... Вот. Как раз... Этой тревожности... И... Того, что... Ну... Вот. Вы... Вбегаете... Вбегаете от этой тревожности. Ага... Эм... Эм... И это... Очень много ресурсов уже отнимает. Эм... Помимо... Вот. Вопрочи. Вот. Много ресурсов отнимает. Много силы. А... Ну... Получается как будто... Ну... С ветряными минусами бороться. Вот. Конца, края. Это мы не видим. Вот. А теперь может быть еще... Злится тоже. Поэтому... Тут... Нужно... Работать. Вот. И... Вам... Вам... Кажется... Вам кажется, что... Вы... Гиперответственны. Вот. Ну... Скорее всего... Скорее всего... Вы... Гиперответственны. Но... По факту... Вы... Гиперответственны. Как другим... Людям. А... К себе... Вы... К сожалению... Ну... Скорее всего... Безответственны. К себе. Вот. А... Да... Как это... Не... Печально, да... Ну... Скорее всего... Как это... Происходит. Э... К себе... Вы... Безответственны. Потому... Ну... Себе... Вы внимательны. Наверное... Моменты какие-то важны. Пропускаете. Пропускаете. Вот. По цепи вот. Того, что... У вас... Ну... Мужчина... Вот... Как бы... Ребенок, да... А вы... Не заметили. Заметили только после родины. Собственного ребенка. Вот. Вам не нравится что-то. Вы... На это не обращайте внимания. Вот. И... А вот... И... А... 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 А.. А... Собственная ответственность... А... Лично. Она как-то не продакциальна, а связана с тем, что вы, скорее всего, против эгоизма. Такая мысль у вас, это же эгоистично. Почему он не думает обо мне тогда? Я же должна для него, я же для него стараюсь, для них стараюсь. Это то, что, скорее всего, вы, ну, себе говорите. Вот. И штука в том, что вы боитесь, что, если будете эгоистичным, то, самостоятельно, вам в детстве, может быть, так примерно и говорили. Так. Вот. Что вот. Будешь о себе думать, никому нужна не будешь. Никому тут не нужна будешь. Вот. Вот вы и думаете только о других. Себя игнорируете, о других думаете и всё. Казово. Хорошо. Ну, это только казово, на самом деле, ничего хорошего. Вот. Ну, и сами, мне кажется, об этом уже узнаете. Хочется помочь вам, конечно, много к вам сочувствуем, но в то же время этот самый опыт, скорее всего, будет переносить и на психолога. То есть, вы же, вот, как говорить. Хочу найти постоянно психолога там и так далее. В этом, в этом требовании, требовании чувствовать. Ага. То есть, вы ищите кого-то, скорее всего, сейчас все. Ага. Кто у вас сильнее. Вы ищите кого-то, на кого могли бы опереть. Главное, что другому человеку вы предправляли. Ну, по привычке. А тонкость в том, и хитрость, и штука в том, чтобы, наоборот, чтобы не подавлять, чтобы не идти на кем-то. Чтобы очистить себя, слушать. Вот что. Эт плане, это плане, будет длительно по времени. Но, как показывает практика, моя, по крайней мере, практика показывает, что модель поведения и модель такой работы очень полезна может быть для клиентов, для человека. Вот. Наверное, для того, чтобы, ну, лучше воспринимать себя. Вот. Чтобы лучше воспринимать окружающих людей. Вот. И чтобы более гуманно, может быть, относиться к людям, людям вокруг себя. Вот. К себе. Вот. Вот. Такие. Какие-то. Вещи. Казалось бы. Абсолютно. Понятные. Абсолютно. Может быть. Банальные. Ну, вот. Получается несколько не очевидно. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обрядную связь по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что все ваши проблемы будут решены. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...